Девушки отдыхают И сегодня я прозвлашаю, что двери вашей тюрьмы будут открыты Здравствуйте, мои дорогие братья и сестры во Христе по всему миру Я очень благодарен Богу за то, что Он делал в ваших жизнях через эту замечательную передачу Господь предназначил эту передачу «Час освобождения» для того, чтобы освободить пленных Господь предназначил эту передачу специально для вас, чтобы принести вам исцеление и освобождение Он очень благой Бог и Он не хочет, чтобы кто-то из Его детей страдал Вы помните поручение Господа Иисуса Христа, когда Он пришел на эту землю? Вы можете найти это в Исаии 61.1 Он сказал «Дух Господень на мне, ибо Бог помазал меня проповедовать пленным освобождение» Так что Господь Иисус пришел, чтобы освободить пленных И Господь Иисус не хочет, чтобы вы оставались в своем рабстве И это цель, для которой Он предназначил эту передачу Разрушить цепи и оковы врага в вашей жизни Открыть для вас двери темниц Точно так же, как Он сделал это для Павла и Силы Он послал землетрясение, и двери открылись Господь пошлет землетрясение своего освобождения, чтобы освободить вас Возможно, вы были в духовной тюрьме Иисус заплатил цену за наше освобождение И сегодня я провозглашаю, что двери вашей темницы будут открыты И вы выйдете из своего рабства, чтобы служить Господу вашему Богу Знаете, Библия говорит в первом послании Фессалоникийцам В пятой главе, в 23 стихе написано Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте И ваш дух и душа и тела во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа Вы можете видеть в этом месте Писания, что Господь желает полного и завершенного освобождения для вас Павел говорит, я молюсь, чтобы Бог мира осветил вас во всей полноте Полнота значит полностью Это место также подразумевает, что можно быть частично освобожденным Это место Писания подразумевает также, что можно быть частично освобожденным И здесь перечислены три аспекта, в которых Бог хочет освободить вас Написано, что Бог хочет освободить ваш дух, вашу душу и ваше тело То есть можно быть свободным в духе, но быть связанным в вашей душе Возможно быть освященным в душе, но быть связанным в вашем теле И это ситуация, в которой находятся очень многие верующие Они рождены свыше, они свободны в своем духе Но у них по-прежнему остаются какие-то проблемы в душе и в теле Некоторые свободны в своем духе и в своей душе, но в их теле есть какая-то немощь Но наш Бог, который такой хороший Бог, Он хочет быть свободным в вашем духе, в вашей душе и в вашем теле Не удовлетворяйтесь только свободой в духе, вам нужна также и свобода в вашей душе В послании Иакова говорится так, послание Иакова, первая глава Иакова 1.21 Тут сказано Здесь интересно то, что Иаков писал к верующим Но Он говорил о спасении, об исцелении или освобождении их души Это были рожденные свыше верующие Но Он все равно говорит им, примите в кротости насаждаемое Слово Божье, которое может осветить ваши души или исцелить ваши души По-прежнему среди нас есть много верующих с проблемами в своей душе Знаете, ваша душа состоит из вашего разума, вашей воли и ваших эмоций И есть много душевных заболеваний Можно быть здоровым в теле, но при этом быть больным в душе И есть много христиан, хотя они рождены свыше, они по-прежнему больны в своей душе Вот почему Иаков написал этим верующим Примите в кротости насаждаемое Слово Божье, которое способно исцелить ваши души У многих из нас в результате того, через что мы прошли в своей жизни, души были осквернены Знаете, когда ребенок рождается в этот мир, его душа чиста Вы никогда не найдете младенца, который в депрессии Но когда этот ребенок растет и начинает сталкиваться с обидой, отверженностью, болью и всякими другими вещами Проблемы начинают приходить в его душу Когда этот ребенок растет и начинает читать нечистые книги, нечистые журналы, смотреть нечистые фильмы Всевозможные осквернения начинают приходить в его душу И даже когда мы становимся рожденными свыше христианами, наша душа не становится очищенной автоматически Когда вы рождаетесь свыше, воспоминания о тех книгах, которые вы прочитали, автоматически не уходят Ваш духовный человек обновляется автоматически, но ваша душа и тело остаются теми же самыми Теперь у вас, как у верующего, есть сила, чтобы очистить Словом Божьим вашу душу и ваше тело У вас, как у верующего, есть ответственность очищать вашу душу и ваше тело Словом Божьим Так что теперь вам нужно использовать Слово Божье, чтобы изменять ваш мирской образ мышления Вам нужно использовать Слово Божье и молитву, чтобы очистить свой разум от всех тех нечистых книг, которые вы читали, будучи неверующим Теперь вы должны использовать Силу Божью и приказывать болезни выйти из вашего тела во имя Иисуса Работа по очищению вашего духа была совершена на Голгофе, Господом Иисусом Христом И вместе с этим Он дал вам сверхъестественную силу для очищения вашей души и очищения вашего тела Но вы должны использовать эту силу для очищения Вы должны связать тьму в своей душе и изгнать ее прочь Если вас обижали или предавали, и в вашей душе есть горечь, Иисус дает вам благодать, чтобы простить и отпустить это И когда вы прощаете, теперь вы можете использовать Слово Божье, чтобы исцелить вашу раненую душу Если в вашей душе есть депрессия, вы можете использовать Слово Божье, чтобы исцелить ее, связать и выбросить вон Если в вашем разуме есть твердыня из нечистых мыслей, у вас есть власть и сила, чтобы разрушить эту твердыню Вот почему Библия говорит, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего И пленяем всякое помышление в плен Христу Итак, Бог дал нам оружие, которым мы можем пленить всякое нечистое помышление и освободить свой разум Но вы должны использовать это оружие Вы должны использовать Слово Божье, чтобы очищать и освобождать свою душу Вот почему Иаков говорит, примите в кротости насаждаемое Слово Божье, которое способно очистить вашу душу В Слове Божьем есть лекарство для вашей души Некоторые из тех, кто смотрит передачу, в вашей душе есть глубокие раны Кто-то в прошлом ранил вас В вашей душе есть горечь Некоторые из наших зрителей сейчас в депрессии Они чувствуют тяжесть в своей душе И эта тяжесть не от Бога Эта тяжесть это не чистый дух, которого вы можете связать и прогнать прочь Это часть того, что Господь Иисус пришел, чтобы сделать В 61 главе Исаии говорится про дух уныния Иисус пришел, чтобы дать вам одежды хвалы вместо духа уныния Это духовное уныние любит находиться в духе человека Но сегодня эти тяжелые времена будут сняты с вашей души Господь освободит вас от духа уныния Господь освободит вас от этой депрессии Радость от Господа высвободится в вашу душу И вы переживете мир Божий в своей душе И этот мир сделает вас спокойным даже тогда, когда проблемы окружают вас со всех сторон Господь Иисус освободит вашу душу И когда мы будем молиться сегодня Сила Божья, разрушающая ярмо, придет туда, где вы находитесь Проблемы будут убраны из вашей души Вы получите исцеление от проблем в вашем разуме Вы получите исцеление от горечи Некоторые из наших зрителей у вас есть проблемы с памятью Этот дух забывчивости оставит вас, когда мы будем молиться Встаньте и давайте помолимся Господь Иисус, мы благодарим Тебя Потому что Ты отдал Себя за нас Чтобы наш дух, наша душа и наше тело были очищены Я молюсь за всех тех, у кого есть какие-то проблемы в душе Господь, пусть Твоя освобождающая сила придет в их душ и освободит их Я связываю и прогоняю прочь духу ныне Я связываю и прогоняю дух депрессии Я связываю и прогоняю дух забывчивости Я связываю и прогоняю всякий дух, который мешает сосредоточить внимание Прямо сейчас пусть Ваша душа будет очищена Силой в крови Иисуса Будьте здоровы сейчас Во имя Иисуса Спасибо, Отец, за Твой ответ Во имя Иисуса мы молим Я знаю, что Господь совершил что-то чудесное для Вас сегодня И я жду с нетерпением услышать Ваше свидетельство Напишите нам по имени, что Господь сделал для Вас Увидимся с Вами в это же время на следующей неделе А пока, пусть Бог благословит вас Субтитры сделал DimaTorzok